Портной, Бесенок и Медведь. Татарская сказка в обработке Михаила Булатова. В давние времена жил в одном городе Портной Ахмед. Встанет он рано поутру и за работу. Краит, дошьет, сам песни поет. Придет к нему заказчик, принесет кусок сукна и скажет, «Шей-ка мне, Портной, хороший Бешмед». Видит Портной, маловато сукна, да не хочет обидеть заказчика отказом. «Хорошо, — говорит, — сошью». Постарается, потрудится как следует и сошьет Бешмед на славу. Носи и хоть сто лет. А заказчик вместо благодарности скажет Портному, «Небось ты, Портной, себе большой кусок моего сукна припрятал». Надоело Портному слушать такие речи. «Пусть ищут себе другого Портного», — сказал он. Взял аршин, утюг до ножницы и ушел из города. Идет Портной по дороге, а навстречу ему маленький бесенок. «Здравствуй, Портной, куда ты идешь?» «Надоело мне в городе жить», — отвечает Портной. «Работаю я честно, старательно, а про меня всякие небылицы плетут. Хочу новое место найти». «И мне плохо живется», — говорит бесенок. «Видишь, какой я тощий да маленький, а на меня всякую вину валят. Возьми-ка меня с собой. Ну что ж, идем». Идут они путем дорогой. Навстречу им медведь. «Куда это вы идете?» — спрашивают. «Идем подальше от своих обидчиков», — отвечает Портной и бесенок. Говорит медведь. «Вот и я ни за что всякие обиды терплю. Волковцу задерет, а все кричат, — медведь виноват. Надоело мне виноватым быть. Возьмите меня с собой». «Идем», — согласился Портной. «Нам веселее будет». И пошли они дальше втроем. Шли они, шли и дошли до дремучего леса. Выбрали хорошую полянку и принялись избушку строить. Медведь бревна носит. Портной тешит, допилит, а бесенок мхом стены конопатит. «Хорошую избушку построили». «Ну», — говорит Портной, — «надо нам теперь дров на зиму заготовить. Пойдем, бесенок, со мной в лес за дровами. А ты, медведь, дома сиди». Ушли они, а медведь уселся у порога. «Вдруг откуда ни возьмись, див подошел и спрашивает. Что ты тут делаешь?» Медведь говорит. «Избушку караулю». Ухмыльнулся див, оттолкнул медведя и влез в избушку. Все до крошки съел, до капельки выпил, все вверх дном перевернул. Хотел было медведь выгнать дива. Да куда там? Поколотил его див, оттаскал за уши и ушел. Вернулись в Портной и бесенок. Видят, сидит медведь скучный. Лапой спину трет, а кругом клочья шерсти. «Что это с тобой случилось?» — спрашивает Портной. А медведю стыдно признаться, что его див поколотил. Он и отвечает. «Ничего не случилось. Все у меня в порядке». На следующий день Портной отправился в лес вместе с медведем. А домовничать бесенка оставил. Сидит бесенок, караулит избушку, да ворон считает. Вдруг зашумела, затрещала. Пришел див. «Что ты, бесенок, тут делаешь?» «Избушку стерегу». Див с бесенком больше разговаривать не стал. Схватил его за хвостик и отбросил в сторону. А сам в избушку полез. Все поел, все выпил, все разбросал. И ушел. А бесенок даже пикнуть не посмел. Вечером вернулись Портной и медведь. Видят, бесенок весь скорчился, еле жив лежит. Только жалобно попискивает. «Что тут у тебя случилось?» Спрашивает Портной. «Ничего не случилось. У меня все хорошо». Не стал Портной его расспрашивать, но про себя думает. «Что-то неладное тут делается. Надо все самому узнать». Как только наступило утро, он и говорит медведю в бесенку. «Сегодня моя очередь избушку караулить, а вы отправляйтесь в лес за дровами». Бесенок и медведь ушли, а Портной смастерил из липовой коры дудочку. Сел у порога и стал песню наигрывать. Глядь, идет к нему Див. Подошел и спрашивает. «Что это ты делаешь?» «Песню наигрываю», — отвечает Портной. А сам думает. «Так вот, кто бесенка до медведя избил». Див говорит. «Я тоже играть хочу. Сделай-ка и мне такую дудочку». «Рад бы услужить», — отвечает Портной. «Да не могу. Нет у меня больше липовой коры». «Пойдем в лес», — говорит Див. «Там коры много». «Хорошо, пойдем». Взял Портной топор и пошли они в лес. В лесу Портной высмотрел толстое кряжистое дерево, надрубил его вдоль ствола и приказал Диву. «Держи крепче, а я буду кору снимать». Див засунул лапы в щель, а Портной вытащил топор. Лапы и защемило крепко-накрепко. Взвыл Див от боли, а Портной говорит им. «Теперь признавайся, это ты приходил в нашу избушку. Все поел, все поломал, да еще и сбил Бесенка и медведя». «Это не я», — кричит Див. Рассердился Портной. Стал стягать обманщика изо всех сил. Завопил Див на весь лес. От его крика с елок шишки посыпались. Прибежали тут Бесенок с медведем. «И давай трепать Дива». Извивается Див, вопит. «Отпустите меня, никогда больше не подойду к вашей избушке». Пожалел Портной Дива. Вбил Клин в щель. Вытащил Див в свои лапы и убежал. Только его и видели. Вернулись Портной, Медведь и Бесенок в избушку. Стали тут Бесенок и Медведь хвастаться. Видел Портной, как Див нас испугался. Ты бы без нас с ним и не справился. Досада взяла Портного. Только он спорить не стал. Выглянул в окошко и говорит. «Ого! Див-то опомнился. Опять к нашей избушке идет». Как только Бесенок и Медведь услышали это, вскочили со своих мест и бежать без оглядки. Убежали и не вернулись. Остался Портной в избушке один. Прослышали в соседних деревнях, что поселился в лесу Портной. Стали к нему с заказами ходить. Никому Портной не отказывают. Шьет всем, и молодым, и старым. Никогда без работы не сидит. Конец. Текст. По диафильму Портной Бесенок и Медведь в студии Диафильм 1960 года читал Илья Габришин. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...